Мы не познаваем, познаваем только явление, только вот внешняя сторона мира, а вот мы, когда даже внешнюю сторону исследуем, вот мы раздываемся, мы двоимся. Кант был здесь пессимистом глубоким, и он видел в этом трагедию познания. Я сейчас сразу сделаю бросок от Канта в двадцатый век. Вот видите, Кант стоял на пороге грандиозного открытия, он практически его сделал в открытии, но он его не осознал. Вот он ушел из жизни в 1884 году, он похоронен Кенигсберген в нашем Калининграде. Вот он не понимал, что он сделал грандиозное открытие, что он открыл антиновидческую систему. Он считал, что он обнаружил дефект нашего познания. Он считал, что он обнаружил, если хотите, несостоятельность нашего интеллекта. А на самом деле он открыл антидинамичность истины. Вот вам аналог этой ситуации, с тезисом анти-тезисом, но уже на материале двадцатого века. Мы исследуем природу света. Ну как же так? Свет – это ведь основа бытия, свет. Что такое свет? Теперь понятно, что свет – это часть электронного спектра, видимый свет. Но это часть материи. Когда я ставлю вопрос, что такое свет, я могу вопрос разжирить и задать его так. Что такое материя? Ну, начнем со света. Я изучаю свет. У меня есть лаборатория. Я обнаруживаю, что свет проявляет себя как движение волн. Свет имеет волновую природу. Вот, пожалуйста, явление интерференции, явление дифракции. Вот это очень хорошо проявляется, знаете, когда в женском платье играют муаровые эффекты. Это чисто интерференция, дифракция. Радуга, правильно, да? Всякого рода переливы, переливы, которыми сейчас очень широко используются мастера рекламы. Ну, вы знаете, вот есть такие всякого рода открытки, где изображение при повороте угла меняется, да? Это используется интерференция, дифракция. Здесь они задействованы. Все ясно. Свет – волна. И свет, как волна, он может огибать, огибать предмет. Это мы видим, что свет идет, и вдруг вот он встречает препятствие, раз, и так и обогнет его. Это признак волны. Все хорошо. Значит, я создал популярную школу. Волновую школу. Волновую школу света. Я сказал, что у свет есть волна. Но параллельно развивается другая школа. И она убедительно утверждает, убедительно доказывает, что свет есть поток частиц. Карпуску. Мельчайшая карпуску. Лаборатория тоже хорошая. Хорошая. Оборудование современное. Вот доказательства. Фотоэффект. Вот пластинка. И видно, что свет барбардирует под пластинку, как это может делать, скажем, песок брошенный на поверхность холста. Вот. Маленькие следы от ударов карпуску. Волновая школа, карпускулярная школа. Ставится вопрос, что есть свет. Два ответа. Свет есть движение волн, свет есть поток частиц. Волна и частицы — это несовесимые вещи. Свойства волны и свойства частиц — это разные миры. Это разные физики. Разные физики. Я хочу однозначности. Я хочу простоты. Мир устроен просто. Так меня учили. Я в мысли по схеме. Или волна, или карпуску. Вот это одна из самых великих коллизий исторического познания истины. Проблема света. И одна эта проблема поглотила массу интеллектуальной энергии. Огромную личную интеллектуальную энергию. И она получила эту проблему разрешения только в 20 веке. Благодаря Нильсу Вору, который сказал, что эти две теории друг друга дополняют. Великий принцип дополнительности. Принцип дополнительности или принцип комплементарности. Дополнительность — это, как вам сказать, та же самая антиномия. Но если в антиномии все идет как бы на разрыв, то в дополнительности — согласие. Согласие парадоксальное. Согласие тоже антиномическое. Но несовесимое совместилось. Подтимирство устроено сложно. Истинная о мире — она сложна. Истинная о мире — она коллизия. Оставьте надежду на то, что удастся дойти простенькую, легко запоминающуюся, удобную, но бледную, пустоватую истину. Вот знаете, вот это великое свойство в бытия быть противоречивым. Трудно это понять. Трудно в это войти. Мир есть противоречие. Человеку есть противоречие. Но истина — она и есть противоречие. И противоречие — истинная. Вот вам принцип дополнительности антиномии собора. Это та же самая антиномия канта, но получившая позитивное разрешение. И сегодня мы можем сказать, что истина — она динамична, что истина — комплементарна. Принцип дополнительности или принцип комплементарности. Не комплимент, а комплементарность. Комлементарность. Те, если среди, те, что друг друга дополняют. Конечно, здесь должно произвещать и слово «диалог». Вот кантовскую антиномию, кантовскую антиномию можно представить в виде диалога. Павел Лоренский, который очень много занимался проблемами антиномии, он так и говорил, что, в общем-то, говорил о диалогах Платона, что это драматизированная антиномия. То есть антиномия содержит в себе коллизию драм. И антиномия, как из зерна, может прорасти целый сюжет, где сталкиваются разные точки зрения. Разные точки зрения. Ну вот четвертый антиномия канта. Первый антиномий я вам сказал, да. Мерко-Ничин или Григо-Ничин. Значит, в тезисе утверждается, что существует Бог, ну, существо, которое необходимо, начало которого абсолютно. В антитезисе утверждается, что этого начала нет. Ну, скажем так, в тезисе атеизма, в антитезисе атеизм. Я немножко сейчас упрощаю это четвертый антиномий, но ничего при этом не скажу. Вот вам драматургия. Драматургия. Два героя. Верующие в Бога и неверующие в Бога. Вот здесь как раз можно согласиться с картом в том плане, что вот эта антиномия, эта антиномия очень трудно претворяется в дополнительность. Очень трудно. Вот я и эту антиномию претворил в дополнительность, так, но у меня очень мало соратников в этом плане, которые бы могли совмещать в себе теизм и атеизм. Вот в одной из моих книжечек есть даже такая статья, написана в форме диалога, где вот я раздваиваюсь и веду спор внутри себя. Я верю в Бога и не верю в Бога. Иногда люди возмущаются, когда я заявляю, что вот я автор, так сказать, многих книг, связанных с христианством, вот. Ну, иногда вот могу сомниться в существовании Бога. Но я хочу сказать, что все великие христиане это сомнение должны были испытать. Вспомните историю апостола Павла, вспомните Максима Исповедника, это нормально. Для того, чтобы прийти к Богу, нужно испытать отрицание Его. Это очень полезно. Нет веры, без сомнения. Вот сейчас у меня выходит альмонах новый, называется Фома. А Фоме, да? Ну и что я хочу сказать? Лично я, конечно, нахожусь на стороне людей, верующих в Бога. Вот моя позиция такая. Я-то служу, в общем-то, православной церкви, как поэт. Но я хочу сказать, что мы должны толерантно уважать позицию людей, которые Бога не нашли. Так. У них тоже есть своя аргументация, у них есть своя модель мира. Мы должны быть терпимы к ним, а не должны быть терпимы к нам. Вы знаете, были случаи в истории церкви и восточно-западной, когда инакомыслящих уничтожали. И были ужасные примеры, когда атеисты громили церковь, совершали террор по отношению к священникам. Я хочу сказать, что четвертая антиномия Канта – это антиномия, которая, конечно, может быть решена на уровне веры. Я верю в Бога, я не верю в Бога. Но она не может быть решена логическим путем, понимаете меня, да? Рациональным путем. Рассудочным путем. Вот. И я скажу вот так. Что, в общем-то, сегодня, сегодня, реально, нет монополии на истину ни у тех, кто за тезис, ни у тех, кто за антитезис. Вот знаете, чем хороша антиномия? Чем же антиномия? Антиномия перекрывает путь к монополизму. Я знаю истину, ты не знаешь. Я умный, ты дурак. Вот это замечательно. Эта антиномия часть истины есть гарант от диктата монополизма. Нет ничего страшнее этого. Лично я прекрасно понимаю, что в христианстве истина вышла, именно истина в человеческом ее преломлении вышла на свой пик. Это кульминация. Кульминация. Драма Христа – это кульминация в поисках истины. Но это не значит, что я, поднявшись на эту вершину, должен, должен изнисходительно, если не с приближением, относиться к другим верованиям. Это неправильно. Это неверно. Я только что вернулся из Москвы и участвовал в чтениях памяти Александра Мения. Это человек, который вырос в семье, где традиция была иудаическая. Ну, пускай там уже родители не были слишком сильными с этой традицией, но все-таки это семья еврейская. И, конечно, там эта сокласка по-своему замечательная, она ощущалась. Тем не менее, отец Александра Мения, он всей душой принимает христианство. Он был прекрасным христианским проповедником. Сейчас я только же вернулся с конференцией, посвященной его памяти, чтению и памяти Мения. Так вот, отец Александр Мения, он написал целью книг, где показывает, как к идее Богочека идут разные религии. Но не мускайник идеи Богочека в таком прямом смысле слова. Я бы сказал иначе немножко. Вообще, во всех религиях есть как бы предчувствие, предчувствие Пасхи. Предчувствие того, что смерть может быть побеждена навсегда, навеки. И я вот об этом думаю всегда. Язычество. Хорошо, мы язычество преодолели, мы его переросли, но в нем есть своя истина. Я вспоминаю Кёльнский собор, где хранится египетская статуэтка Изида и Гора. Изида родила от Азириса сына Гора. Вот мальчик Гор сидит у него на коленях. И эта статуэтка почитается как изображение Богоматери. Знаете, Изида воскресила Азириса. Вы понимаете, это же победа над смертью, это есть предчувствие Пасхи. Но эта победа оказалась неполной, потому что только Христос эту победу мог утвердить окончательно. Да, Азирис воскрес, но он остался в царстве мертвых. Да, Гор был защат там, в Дуате, в царстве мертвых. Да, Гор живой мальчик. Понимаете, все-таки вот неполное воскрешение. То же самое древние греки. Орфей воскрешает Авридику, выводит ее из Аида. Но вот не получилось до конца-то победить смерть. Аид предупреждал Орфея, не оглядываясь, а назад на свою любимую. Орфей глянулся, Авридика расставила, исчезла. Это тоже пророчество Христия. То есть я хочу сказать, что я вам дал два примера этических религий. Но у них есть истина, у них есть элементы истины. И мы должны это уважать, должны это чтить. Я считаю, что исчезла заключается в союзе всех религий мировых. Но с преобладающим влиянием христианства. Вот один только сюжет. Христианство и буддизм. Часто христианство и буддизм размазываются как вещи несовместимые. Ну да, для этого есть основания. И я согласен, что тут имеется, как говорят в логике, полная контрадикция. Но если Христос учит нас о чем? Что мы должны стремиться к Царству Божию. Царство Божие – это мир бизантропии. Это мир, где мы воскреснем в телах, в телах уже без бизантропии. В телах, которые будут в здании каких страданий. Вот. Мы будем личностями, конкретными личностями. То ведь буддизм нам уготовил растворение в нирване. Нирвана, которая в себе размывает и мир, и человека. Абсолютно разные идеалы. Абсолютно разные системы ценностей. Я, конечно, выбираю христианские приоритеты, какой разговор. Но ведь что такое нирвана? Нирвана – это ничто. Нирвана – это вот то добытийное или небытийное состояние, из которого Бог творит мир. Для того, чтобы стать настоящим христианином, я должен пройти через уничижение. Это великий принцип уничижения. Кенозис. Что такое кенозис? Это буквально умоление. Вот Христос, Он принял кенозис. Христос, вот Он – Бог Слова, Вторая Божия Староица, вот Он изошел в мир, и стал человеком, и человеком, который принял смерть, настоящую, оленную смерть. Это кино здесь, это самоумоление, это самоуничижение. Да что такое полнота самоуничижения? Это уход в ничтовность. Есть прекрасный глагол у Хайдегера, у Хайдегера – «ничтожить». Это уже русский перевод, да? Это делают даже переводчики, в Евгения Михайлов, да? Вот Христианин себя ничтожит. Вот он себя опускает на уровень ничто. На уровень ничто. Это и есть нирвана. Есть нирвана. И буддизм разработал технику этого вооружения в нирвана. Я не сомневаюсь, что наши исихасты знали буддийские тексты. И это вот переняли. О чем я хочу сказать? О том, что если ты хочешь стать настоящим Христианином, то должен быть немного буддистов. Потому что без этого ничтожения, ничтожения, да? Ты не достигнешь высоты. Повора. Поворского сияния. Поэтому я сегодня говорю о том, что истина, она не просто антиномична. Истина, я говорю, полиномична. Вот в книге «Бифагония» есть моя статья, которая так и называется, «Эволюция истины. Антиномия к полиномии». Сегодня мы должны мыслить истину, как что-то соборное. Сегодня мы истину должны мыслить, как некий синтез. Не просто двузначность. Не просто диалог. Я и ты. А нечто большее. Истина полифонична. В истине звучит хор. Не моно, не сольная партия, что явно не подходит для истины. И даже не дуэт, что уже лучше, а именно хор. Но этот хор должен быть упорядочен. Правильно? Да это не разноголосится. Этот хор вообще должен произвести впечатление какой-то сложной, но гармонии. Эту гармонию как раз я и пытаюсь искать в своих книгах. Крида-йога. Многих пугают. Как так? Почему? Вдруг йога? А это абсолютно христианские вещи. Это чистые воды ортодоксального христианства. Я хочу привести христианство, йогов, буддистов, даосов. Вот так привести, чтобы они не погибли от своих родных религий. Я хочу вот как раз это созвучие конфессии, созвучие религии, проявить, показать их совместимость в виде чего. Вот опять возвращаясь к Александру Меню. Вы знаете, вот да, да, быть христианином это здорово. Потому что, конечно же, христианство поднялось на такую высоту, которая экстремальна для человека. Но ведь Христос пришел для того, чтобы спасти весь мир. Спасти весь мир, да. Да, конечно, я понимаю, праведники им приоритет, но это не значит, что должны погибнуть в страшный день страшного суда, скажем, буддисты, даосы, мусульмане. Разве это возможно? Неужели спасутся только вот избранные? Вот давайте в этом подумаем. Бог – это любовь. Вот слова апостола Павла. И апостол Иоанна их повторил, да. Вот. Бог – это любовь. Любовь Бога, она ведь не может быть локальной, узкой. Любовь Бога – она бесконечная любовь. Понимаете меня, да? И поэтому, в связи от того, что Бог есть любовь, и что Бог есть истина, требует от нас понимание христианской истины как истины всечеловеческой, как истина всемирной, всемирной. Но это уже, соответственно, другая тема. Вот я сейчас сознательно обошел в своем рассказе мотив Святой Троицы. Это три материного рассказа. Конечно, для нас истина есть Бог, правильно, да? Истина есть Бог. А наш Бог – это Святая Троица. Ну, вот как-нибудь мы поговорим отдельно о Троице, о ее ипостасях, о ее диалектике. И мы вернемся к проблеме истины. А пока скажу так. Вот я хочу понять истину. Вот мой опыт. Мой опыт, так. Я хочу быть истиной. Не просто вот ее вот знать, отстраню. Но вот истина передо мной, а я вот отдельно от нее. Я хочу с ней это же иститься. Я хочу с ней слиться. И я понял, что вот это свое желание я не могу осуществить в одиночку. Я должен привлечь к этому великому процессу слияния с истиной все Отечество. Все культуры. Обязательно. Это есть соборное деяние. И поэтому я должен быть определенно толерантен. Я должен уметь ходить в разные миры. Я не должен быть высокомерен по отношению к язычникам. По отношению к людям, которые, ну, может быть, анафемствованы. А ведь анафемы – они есть проклятия. Они просто отодвинуты от церковного порога, но они не прокляты. Я должен стремиться к этому всем нещению. Я понял, что монологизма в истине нету. Моно, моно, одно, один, да. Нет монополии на истину. Вот это самое главное. Самое главное. Я сегодня говорил о превосходстве христианства. Я подчеркиваю, что это моя позиция. Но я не должен это доказывать мусульманину или Даосу или Зарастрийцу. Я должен об этом умолчать. А если я об этом буду говорить, то говорить в атмосфере диалога, в режиме диалога. Я слушаю контраргументы. Ведь, может, я смогу убедить Даоса или Зарастрийца. А может быть, нет, они останутся при своих убеждениях. Не важно. Но у меня не должно быть чувство превосходства над другими. Вот я монопольно обладаю истиной, а ты несчастный, заблуждаешься. Заблуждаешься. Конечно, вот эта концепция полифонической истины, она требует от человека особой чуткости. В полифонии у нее есть всеядность. Вот очень важно при всей широте терпимости, веротерпимости, при широчайшем спектре толерантности, в то же время быть очень строгим в тех случаях, когда ты встречаешься заблуждением. Понимаете меня? Да? Вот. Толерантность, да? Принимая все. Все я должен принять. Вот здесь есть критерии. Критерии истинности. Истинно все то, что позитивно. И нестинно все то, что негативно. Я понимаю, что позитивно и негативно могут меняться местами. И тем не менее, тем не менее, есть позитив в мире. Позитивно то, что служит бытию. Вот это несомненно. Так. Служит ли бытию буддизм? Ну я бы сказал так. Буддизм сам по себе невероятно сложен. Вот у меня здесь книжки про буддизм. Вот посмотрите. Мая Кинояна, Мая Махаяна. Какие-то разные формы буддизма. Вот. Ну я бы сказал так. Для буддиста нирвана это высшее бытие. В системе ценности буддизма нирвана это высшая реальность. Я с этим не согласен. Но, понимаете, здесь сразу возникают большие трудности. Трудности взаимопонимания. Трудности взаимоперевода. Но я могу уверенно сказать, что вот, скажем, идея коммунизма не есть идея позитивная. В каком смысле? Конечно, коммунизм он в плане социальном несет себя истинным. Гристос же был коммунистом. Правильно, да? Что такое монашеские киновии? Монашеские киновии это коммуны. Коммуны. Так. Вообще частная собственность одновременительна. И я уверен, что здесь когда-нибудь преодолеет частную собственность. И, в общем-то, коммунистический идеал, понятый вот в этом разрезе, утвердится на земле. Но сегодня мы с коммунизмом ассоциируем и правомерно, прежде всего, монополистическую идеологию, нетерпимую ко всякому инакомыслию. Коммунизм в советской стране, он себя никак не проявил экономически, никак не проявил себя социально. Он проявил себя только идеологически. Уничтожая все инакомыслие. Это сила враждебное бытию. И она, конечно, не истинна. Конечно, не истинна, да. Также не истинный фашизм, у которого у вас свои архетипы. У коблизма есть архетипы. То есть архетипы негативные. За этими архетипами стоят бесы, чтобы достоевские хорошо почувствовали. То же самое и архетипы фашизма. Ну да, арийские мифы. Да, вроде такие глубины фашизм поднимает и хочет за эти глубины как-то вот закрепиться за них. Так, это заблуждение, это иллюзия. Несомненно, что сегодня мы живем в мире, где истинное мало. Если она распята вместе с Христом, и в этом состоянии распять она и продолжает существовать. Она не воскресла еще для нашего сознания. Истинный смысл жизни. Это вопрос о наших приоритетах. Платон, Платон, вот он показал, что есть два уровня бытия. Есть уровень вечности и уровень времени. Смысл там, наверху. Высшие ценности там, наверху. Но не нужно это все же заложаться на сто процентов. И здесь внизу много замечательного, много прекрасного. Потому что низ отражает вера. Вниз это зеркало, отражающее вот те абсолютные сферы, о которых писал Платон. Но несомненно, вот Платон хотел нам сказать, что вот есть высшие приоритеты. Есть высшие ценности. Вот с этим надо согласиться. И эти высшие ценности, это и есть истина. Сегодня мы эти ценности утратили. Вот наше государство, оно ориентирует людей на потребительство. Хотя очень трудно быть потребителем при небольших зарплатах. При этой вообще растратной или затратной экономике. Сегодня весь мир, особенно наша страна, я не могу сказать, что это относится к нас в сфере в целом, представляет для себя странную картину. Вот если до нас посмотрят инопланетяне, они скажут, что же люди делают. В ними чего они живут. Это суета. Эти биржи, это игра на бирже. Эти проценты, эти инфляции, девальвации и так далее. Разве ради этого человек приходит в мир? Разве нет других приоритетов? Я думаю, что сегодня одна из задач в образовании, воспитании, как раз, заключается в том, чтобы человеку напоминать об истине. Об истинном, об истинном. Которое, в общем-то, как бы нынче позабыто. Вот и мой сегодняшний рассказ, как бы напоминание о том, что есть высшая истина. Она от нас не отчуждена. Она рядом с нами. Она в нас. Но мы о ней можем благополучно сбывать. И очень полезно, когда появляются люди, напоминающие об этих высших ценностях, об этих высших смыслах. Вот этому я и закончу. Время моё как бы исчерпано. Время моё.